В прошлом году, прямо перед выборами, на территории Беларуси была арестована группа русских наемников, которые ехали через вашу страну. Их арестовали и задержали. С тех пор CNN проводила собственное расследование, и мы выяснили, что это была украинская группа. Они считаются военными преступниками. Но этот вопрос вызывает сомнение и разногласия. Как вы узнали, что они находятся на территории Беларуси? Кто они такие? Я не понял, какая у меня была информация. Вы спрашиваете, откуда у меня была такая информация? Какая информация? Как в Беларуси узнали о том, что они в принципе находятся на территории Беларуси? Получили ли вы какой-то намек, информацию? Были ли это русские или украинцы? Как вы узнали, что они здесь? Если вы хотите знать правду, я вам детально могу это изложить. Удивительно только CNN признала недавно, что это была операция ЦРУ через Украину. Это меня удивило. Так вот, слушайте, я не вникаю сейчас в то, что ЦРУ отрицает это. ЦРУ отрицает? Ну, это их право. Они все отрицают. Я тоже не настаиваю. Эти 30 где-то человек, как только они пересекли на автомобилях белорусско-российскую границу в пункте пропуска, по основной трассе Берлин-Москва, по этой трассе, спецслужбы, через свои возможности, наши спецслужбы получили такую информацию, что к нам направляется 30 вооруженных человек с Российской Федерации. И они сразу же попали в то поле зрения белорусских спецслужб. Это у меня было на контроле ежечасно, потому что, ну, согласитесь, что это серьезный вопрос. Мы их держали на контроле. Они в одну гостиницу попытались заселиться, потом заселились в другую. Мне доклад, что они находятся в гостинице. Я задаю вопрос руководителю спецслужбы. Мы сможем за ними наблюдать в Беларуси, чем они будут заниматься и чего они сюда приехали. Мы сможем их держать всех, 30 человек, под контролем. Мне честно сказали, мы постараемся, но не гарантия, мы не можем гарантировать, что мы кого-то не упустим. А люди вооруженные. Я не знаю, чего они приехали. И тогда я дал команду, лично я, ночью, когда они заселились в эту гостиницу совсем рядом, всех их задержать. Мы их задержали и разместили в соответствующем месте. Сопротивления не было никакого. Там невозможно было сопротивляться. Сработали блестяще спецслужбы. Кстати, те ребята, из числа которых позавчера погиб этот парень, принимал участие в этом. Задержали. Разгорелся скандал. В России, в Украине. Я попросил генеральных прокуроров. Просила Россия, просила Украина их выдать. Те просят эти. Я говорю, пусть генеральные прокуроры Украины и России приедут в Беларусь. Сядут здесь вместе и примут решение вместе с нашим генеральным прокурором, который должен был принять решение об экстрадиции куда-то. Никто сюда не приехал. Тогда я пригласил своего старшего сына, который был помощником президента, был по национальной безопасности, и послал его туда, где они находились, в местах лишения свободы. Он поехал туда. Я ему поручил, задай им один вопрос. Ну, коль никому они не нужны, ни Украине, ни России, задай им вопрос. Куда они хотят уехать? Я ведь понимал, что эти ребята выполняли чей-то приказ. Он им задал этот вопрос. Проезжай, ты, говорит, папа, они хотят в Россию. Я говорю, все, там же шесть украинцев, граждане Украины, шесть человек было, по-моему, шесть. Я говорю, все хотят в Россию. Да. Ты украинцам задавал вопрос? Они говорят, только в Россию. Украинцы потребовали. Я говорю, хорошо, бери автобус, сажай их в автобус и вези их туда, куда они заведут. Они сказали, что мы хотим в Россию, хотим вот туда, туда, туда. Он их отвез туда, по дороге накормил, напоил. Они извинились и попросили, интересно, можно ли нам когда-нибудь приехать в Беларусь с туристическими целями? На что сын, он мне позвонил. Я говорю, мы никому не запрещаем, но только с благими намерениями. Вот и все. Это очень интересно, очень интересно, спасибо. А что, у СМН была иная информация или иная точка зрения? Это для вас новость, что я сказал? То, что мы выяснили, практически полностью совпадает с тем, что рассказали вы. За исключением кое-каких мелких деталей. Дело в том, что в Украине некоторые оппозиционные силы, по крайней мере, ходят такие слухи, что вас оповестил об этом кто-то сверху из украинского правительства. Меня интересует, правда ли это? Абсолютная ложь, Матю. Мне никто с украинского правительства, ни президент Украины меня не информировал. Меня информировали собственные спецслужбы, комитет государственной безопасности, который контролировал путь вагнеровцев этих от границы до гостиницы и в обратном направлении. Это абсолютно никто с Украины, ни с России мне по этому вопросу не звонил.